Анимации и освещение. То есть я на самом деле уже сразу скажу, перехожу на тему освещения, по которой, собственно, у меня больше материала. Вот, но хочу показать, как и освещение, и анимация работают. То есть сейчас многие компании... Ну, во-первых, можно просто здание подсвечивать, понятно. И здесь вот пример того, как здание подсвечивается... Вот это вот все свет. Вот то, что вы видите, это свет. То есть, ну, грубо говоря, очень мощный проектор. Ну, как обычно это этот самый. Прожектор светит на здании, но тут не прожектор, а проектор, как прожектор, который светит, как кино показывает. То есть 3D-художник фактически снимает контуры этого здания, потом делает анимационный ролик, основываясь на этой архитектуре, и прожектором это все пускается на здание. Это все со звуком там происходит. Это все вот реально на улицах Европы. Но сейчас уже очень распространяется это веяние, и мне нравится, на самом деле, это как раз вот моя тема, потому что оно совмещает и освещение, и анимацию. Вот. Те люди, которые там находились, я представляю, как им там падало все вот это вот со звуком таким разбивающимся, там вода разливается, все. Вот сейчас очень удобно, многие делают презентации, ну, каких-то, то есть, вот это Samsung реклама. Вот то, что вы видите, это обычная реклама Samsung, просто вот на здании. Привлекла внимание, и пошел фактически вирусный, ну, вирусный ролик. То есть, здесь не знаю, наверное, нет. Но вообще, в принципе, сейчас уже это, это уже набирает очень так серьезные обороты. Уже вот эти, я не знаю, каким образом, но на какие-то супер высокие здания делают такие ролики, то есть, там на несколько десятков этажей. Полностью все здание как бы выключается свет, башня такая, да, и на ней там что-нибудь происходит. Посмотрите в интернете, наверняка найдете, то есть, вот это вот. И по Москве очень часто сейчас стали устраивать такие световые шоу называются, световые шоу. Рекламируют, не знаю, косметику, мода, кто-то из модельеров коллекцию выпускает. Здесь в данном случае телевизор рекламируется, что типа за гранью реальности и так далее. То есть, вот такой вот интересный пример совмещения анимации со свещением. Приблизительно вот так вот все выглядит. Да, я знаю, я потому что приблизительно, то есть, я, да, на самом деле я как бы вылетел тут на сцену и про себя даже не рассказал совершенно. Может быть кто-то знает меня? Если кто-то знает, поднимите руку. О, ну много. Ну, хорошо, расскажу немножко. Я на самом деле вот как бы тоже начинал с визуализации, но очень давно на самом деле. Где-то было, наверное, 2004-2002 год. Вот, потом очень быстро я перескочил в игровую индустрию. Стал, игры там делал. Вот, ну развивался как 3D художник. Потом уже попал в рекламу, продакшн, и, собственно, вот там я занимался анимационными роликами. Вот, после этого и продакшн, и еще попал в визуализацию уже по-серьезному в швейцарский холдинг. Я там набирал свой отдел, то есть я был руководителем отдела визуализации. Вот, и, собственно, оттуда я потихоньку перешел в освещение. Вот каким образом нас...